Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. С вами я, Валентина Никонова и моя авторская программа StopFake. В украинских телеграм-каналах появляется информация о том, что в городах России царят панические настроения в связи с проведением специальной военной операции на территорию Украины и введенными санкциями. Якобы страна оказалась в полной изоляции. Российское население массово теряет работу, пребывает в растерянности и не думает ни о чем, кроме того, как выжить. Это фейк. Правда в том, что в городах России жизнь продолжается в прежнем ритме. Проходят деловые, спортивные и культурные события международного масштаба. Так, в Ульяновской области в мае состоится 13-й международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой от всей души. Культурное событие пройдет с 24 по 28 мая. Политика международного кинофестиваля от всей души соответствует конституционной задаче – доступности лучших культурных событий к каждому жителю региона. Кинофестиваль ориентирован на самую широкую аудиторию. География от всей души охватывает все муниципальные образования области. За 12 лет на Ульяновской земле побывало 546 российских и зарубежных гостей кинофестиваля. Среди них гости из 17 зарубежных стран. Основные темы 13-го международного кинофестиваля от всей души – это год культурного наследия народов России, 110-летие отечественной анимации, популяризация традиционных семейных ценностей и культурного наследия народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. 24, 26 и 28 мая во Дворце Дружбы Народов Губернаторский состоятся специальные мероприятия. 24 мая 18.00 во Дворце Губернаторский пройдет открытие 13-го международного кинофестиваля от всей души. Народный артист России Федор Добронравов, любимец публики, имеющий репутацию самого доброго человека на свете, в живой и душевной атмосфере поделится со зрителями, уникальными и увлекательными историями о встречах с выдающимися актерами, режиссерами, педагогами, друзьями, исполнит любимые песни на все времена и ответит на вопросы из зала. У зрителей будет возможность познакомиться с артистом, получить положительный заряд на долгое время. 26 мая 18.00 во Дворце Губернаторский спектакль Виктора Сухорукова «Счастливые дни». На встрече зрители спектакля увидят фотографии людей, которые оставили яркий след в жизни артиста, его родителей, друзей, актеров, режиссеров, кумиров и других. Виктор Сухоруков расскажет о снимках и поделится воспоминаниями о людях на них. 28 мая 18.00 на сцене Дворца Дружбы народов Губернаторский в рамках церемонии закрытия фестиваля Андрей Мирозликин проведет творческий вечер «Человек земли». Выступление основано на одноименном спектакле о жизни актера и писателя России Василия Шукшина. Кроме Андрея Мирозликина в представлении примет участие солист государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Владимир Дуная. Также будет организован фестиваль национальных кинематографий народов Ульяновской области, который представляет собой смотр лучшей национальной кинематографии субъектов ПФО. Работы представят участники из Республик Татарстан, Чувашия и Мордовия. Зарубежная программа кинофестиваля включает работы кинематографистов из Китая, Турции, Израиля и Белоруссии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Победителем конкурса стал 13-й международный кинофестиваль от всей души. Итак, в городах России, в том числе в Ульяновской области, несмотря на санкции и специальную военную операцию, проходят культурные события международного масштаба, которые собирают тысячи заинтересованных зрителей. Россияне продолжают жить своей обычной жизнью, работают и отдыхают. Фейки о том, что в стране проблемы с продуктовым обеспечением, нет работы, пустые полки в магазинах, призваны выставить нашу страну в негативном свете и вызвать панику среди населения. Доверять нужно только официальной информации. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.